Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме Восхождение Героя Щита, и по счёту у нас будет 16 серия, но прежде чем мы приступим к её просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, также ставить лайки, писать ваши комментарии, ну и подписываться на телеграм и на твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией. А я всем желаю приятного просмотра, и давайте же смотреть, единственное, что меня бесит, это то, что в Мэйке получается мой Мугиварыч, как бы, и плохо видно всё это, потому что, сука, когда сажусь, а точнее, я практически полуложусь на кресло, оно прям складывается всё, и хуёво видно, а мне нравится, когда шляпа видно, похуй, короче, похуй, короче, всё, ещё раз желаю всем приятного просмотра, давайте смотреть, что будет дальше. Вызвали монстра. Уебан тот бестолковый. Ясно. Ты нашёл кандидатку в следующую королеву? Она неподалёку, верно? Я должна с ней увидеться. Я правильно понимаю, эта девочка, типа, наподобие эфира, ну, исходя из, именно, судя по её крыльям? И тем более, она стояла рядом с Филариалом, правильно? Кандидатка в королеву. А ты кем являешься тогда? И зачем тебе её найти? Ну, наверное, чтобы объявить то, что она, типа, там, кандидатка в королеву? Или ты прошлая королева? Это вот. Отпусти господин Ивана! Новая девочка. Все назад! Всё здесь разнесёт. Убирайся отсюда. Да. Ты сел? Да, чудом. Поверить не могу. Он выпустил такое чудовище, только чтобы убить на луне. Законишь. Килл! Парафталия. Хорошо. А теперь... Как он нас нашёл? Если бросится сюда, нам конец. Фира! Фира! Ты собрался сражаться? Мы ведь везде в городе. Знаю. Сперва нужно его выманить. Ага. Но, как? Фира показывает, как. Эй, нафуми! Чего? Взгляни на живот Фира. А теперь на чудище. Может так? Он нас находит. Из-за Фира? Да. Тогда она может увезти его из города. Но... Не волнуйся. Не волнуйся. Я унесу этих детей подальше отсюда. Ладно. Рассчитываю на тебя. Рафталия. Скажи, Рафталия... Скажи мне... Ты ведь в группе... Героя счета. Да? Так точно. Тогда ты должна идти. Я буду в порядке. Иди же. Кирилл. Все будет хорошо. Нам помогут мои люди. Господин Ван! Я поняла. Не, ну не похоже на то, что он умрет. Заботьтесь о Кирилле. Но видно... Видно, что ему хуёво. Будь осторожна. Буду. Мы еще увидимся. Вперед! Да! Поняла! Так, у меня предположение. Смотрите, у него в груди светился именно вот какой-то свет, да? И при этом у Фира тоже светился такой же самый свет. Фира является королевой Филареал. Наверное, у каждого где-то какого-то именно животного в этом мире есть как бы обычные, есть при этом короли. Ну, в принципе, как везде и во всем, да? Среди людей тоже как бы есть король, там есть как бы обычные люди, да? Но это... И может быть так это взаимосвязано? То есть, может быть, этот вот монстр, не знаю, он был... Ну, выглядит он как этот... Как динозавр какой-то, да? Может быть, он король своего вида, да? И при этом как бы чувствует короля, типа, других видов. Или у меня просто другого какого-то предположения касательно этого нет. Почему он именно реагирует на нее и конкретно именно знает, где она находится и следует за ней? И именно вот эта вот схожесть свечения у них. И у него, и у нее. Видите, прямиком погнал за ней. Не за науфуми. И как раз девочка это вначале, которая, как сказала, по поводу, типа, королевы. Все это взаимосвязано, наверное. Разъебывая все на своем пути. Да, господи. Отдавай кому хочешь, ну. Все, конечно, хорошо, но я пока что не вижу способа где-то как-то его победить. Вряд ли у Рафтали есть только сил для того, чтобы где-то ему нанести какой-то вред и урон. Фьера. Ну, хера его знает. Науфуми может только на отдаче что-то делать. Но именно парируя атаки. Лес уже почти закончился. Куда идет? Все готовы. В боевой готовности. Ну, от другого нам ничего не остается. Типа, оставлять его вообще не вариант. Не забываем то, что, во-первых, на уфуми не сильно большого уровня, да, и как бы воздушный щит это практически первое, что он изучил. И вряд ли это у него прям очень где-то какая-то именно мощная защита, да, поэтому вполне приемлемо то, что как бы эта защита спокойно разбил монстр подобного какого-то уровня. Хотя я не помню, показывали в прошлой серии или нет, какого уровня этот монстр. Тоже интересно было бы на это посмотреть. И его все-таки запечатали именно герои в множественном числе. И еще вопрос. Появление такого вот монстра и такой вот, ну, он как бы несет за собой где-то какую-то угрозу, правильно? Вот, появление вот такой вот угрозы в этом вот мире, вот в этой вот стране, она каким-то образом отображается? То есть те же самые герои, к примеру, могут это почувствовать или понять, что где-то какая-то такая вот ебанина вылезла? Или же нет? Ну, потому что пока что мне кажется, что на уфуми... Я верю в него, но слабо верится в то, что он сможет справиться. Ну, все выглядит так, как будто бы ему абсолютно поебать. Не поддается. Угу. Ну, конечно, медленно, но шкура слишком толстая. Хозяин, отзади ты меня! Воздушный щит! Должно быть какое-то уязвимое место. Не оно. Не сработало. Еще разок! Нужно найти уязвимое место. Зачастую это часто бывает именно шея. Господин на уфуми! Я цел! Не отвлекайся! Да! У нас не бесконечная выносность. Придется использовать щит гнева! Нельзя! На уфуми! Что-то здесь не так! Это же магический туман! Высокоуровневое магическое поле! Магическое поле? В смысле мы здесь заперты? Кто-то приближается! Филариалы с виду. Филариалы! Что за дела? Трансформация была заблокирована. Не прибегай к этой силе! Это плохо! Это эта девочка говорит? И остановлю такой момент. Это означает то, что способность именно его трансформировать щит в щит гнева можно заблокировать. Если у тебя есть такие силы, если у тебя есть такая возможность. Видите, заблокирована именно магия извне. То есть эта девочка способна своей магией заблокировать способ. То есть на уфуми просто-напросто не может. Он хочет, к примеру, но не может этого сделать. Стоит где-то какой-то блок. Понятное дело, наверное, блок этот можно где-то как-то обойти, может где-то как-то пробить. Но в целом то, что это можно заблокировать, это важная информация. Потому что если он в дальнейшем будет где-то с кем-то сражаться, и кто-то будет знать, что есть такая способность как бы это вот заблокировать, в тот либо иной момент это может оказаться большой проблемой. Ну потому что ты, к примеру, надеешься на этот щит, ты должен именно вот прям щит сейчас, сию минут на его, где-то как-то сию секунды его активировать, и ба-бах, именно в этот момент у тебя не получается. И даже если ты знаешь, как это обойти, ты все равно уже потеряешь это вот время, когда нужно было его активировать. Ебать ты огромную! Фрагмент императора дракона в твоем теле вышел из-под контроля. Если передашь его мне, то я пощажу твою жизнь. Но немедленно исчезни. Фрагмент императора дракона. Да, я думаю, она знает, что она делает. Слабо. Пора с этим кончать. Я думал, она просто очутилась за спиной, и скорость была бешеная. Но при этом она еще и разрезала его. И забрала вот этот вот фрагмент. Это ведь я. Мне нужно с вами поговорить. Моя информа не слишком подходит. Секундочку. Превращайся, да, без проблем. Я не против. Знаете, что мне это дает понять? Если это вот та девочка. Найдена новая королева. Новая королева, ну понятно, это Фира. Они максимально именно похожи. Да, просто-напросто Фира. Фира это маленький вариант как бы от огромнейшего филореала. Наверное, это тоже зависит от уровня. То есть именно с повышением где-то как-то уровня Фира будет становиться только больше, 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 больше и больше. Ну, по крайней мере, может именно становиться больше. Скорее всего, эта девочка может контролировать где-то как-то именно свой размер, да. Может быть такой, как Фира. Может быть чуть побольше. Может быть вот такой вот огромный. Вот. Но именно становится, наверное, огромней с достижением где-то какого-то определенного уровня. При этом она обладает магией Причем сильной магией, могущественной магией А значит то, что Фира В дальнейшем тоже способна будет делать То же, что и делает она То есть Фира пиздец имба Ну а летать когда-нибудь Можно будет или Теперь позвольте представиться Я королева всех филариалов Этого мира Фитория Фитория Фиро, Фитория Не факт, что я запомню Ты знаешь ее? Конечно Столетия назад призванные герои растили филариала Ее имя вписано в легенды Столетия назад? Так ты что, унаследовала имя? Я ничего не унаследовала Я единственная Фитория Я стану такой же большой, как она? Тогда я не смогу тебя прокормить Это занет гораздо больше времени Чем жизнь обычного филариала Так что не волнуйся за себя То есть она и правда столько прожила Ваша очередь представится Так ты же уже знаешь, ты И вот они на Афуме Я Рапталия Рада встрече Взаимно Меня зовут Фиро Мы ведь уже встречались Спасибо тебе за оказанную помощь Не за что Я Мел Тимил Рамарк Рада увидеться снова Значит, Мел Мел? Так вы уже встречались? Да Я столкнулась с ней по дороге в столицу после встречи И это вошло у тебя в привычку В любом случае, спасибо, что разобралась с тем монстром Но что тебе от нас понадобилось? Эта история долгая А место не располагает в беседе Давайте уедем отсюда Ну пошли Мне не нравится, что святой герой использует части тел драконов Они неплохо усиливают мой щит И я уже ощущаю от него чудовищную ауру Сила проклятия велика Но у нее есть и последствия Нельзя его использовать Все в порядке, я контролирую ее Ненадолго И все же Я не могу обойтись без щита гнева и останков дракона Хорошо Поступай, как знаешь Но она предупреждала Так и сделала Ты закончил? Да Но эти останки Я велю своей семье их убрать Спасибо Забирайся в повозку Нам есть с тобой о чем поговорить Портал Что происходит Мы мгновенно перенеслись Ну короче Она телепортировала Только у меня тогда возникают вопросы Нахуя повозка Телепортировала Ты тут с помощью магии Ну то есть Могла каждого из нас телепортировать Наху повозку конкретно Или я это просто так Ну как бы в кучку собрала И чтобы каждого отдельно Не телепортировать Телепортировала повозку В которой сидит Определенное количество людей Ну просто Ну реально Повозка Как бы кажется Нахуя не нужна Руины Да Я ощущаю их историю Ну и помойка Так так не выражайся Цивилизация Которая охраняли первые герои Но ты не уверен Они появились задолго до моего рождения И я за ними присматриваю Это святилище Филариалов? Да И обычно я не привожу сюда людей Ого Да значит здесь мы в безопасности Думаю Вам стоит отдохнуть Значит так и постукал День был слишком длинным Надеюсь Килл и другие дети целы С ними ванны те полулюди Все будет в порядке Вы правы Сперва давайте поужинаем Уверен все проголодались И давайте ближе к делу Ближе к делу Ближе к телу Рассказывайте Позачем эти нужны Ну то есть сейчас обстановка подходит Позволяет Приятного Поземь добыть пиццу заказать После После этой серии Неудобно тут кушать Понимаю Вкуснятина же Вкуснятина Они прямо как сестры Даже и дед Они одинаково неуклюже Господи на фоне Господин на фоне Ну так и быть Я и вам приготовлю Ебалом наготовил Чему я стал кормить эту птице ферму Что такое Добавки у меня нет Я знаю Нам нужно поговорить Так давай уже Ну и тить твою мать Ты сказала это в самом начале серии Блин Сколько же времени Должно пройти Чтоб ты начала разговаривать Скажи мне Как то чудище Вырвалось на свободу Уебок там один Вызвала Я пришла на помощь Потому что знала Я пришла потому что Услышала о кандидатке В королевы Это все что мне известно Кандидатка Ты про Фира? Да Можно спросить? О чем? Скажи Почему Фира растет Не как обычные колориалы? Все потому Что ее растет герой Скажи Как была снята печать Какая печать Ааа Про этого дракона Господи Ну что? Я потрясена Что у святых героев Есть время На сколке Во время волны Эй Не я это начал Мне известно Что герой щита Всегда подвергался Гонениям со стороны людей Тогда ты должна понять Потому мы и пытались Пересечь границу Так ты ничего не решишь Выговорись Как бы сильно Не враждовали люди С полу людьми Героям не пристало Собачиться Разве вам Святым Героям Не известно о часах? Ты о драконьих часах? Мы знаем о них Тогда почему Вы не сражаетесь Со всеми волнами? Хочешь сказать Что они нападают Не только на Мелрамарк? Герои должны быть Призваны в разных странах И помогать им Справиться с волнами Впервые об этом слышу Я тоже этого не слышал Я помогаю везде, где могу Но ни разу не видела Кого-то из вас В сражениях Да я только недавно узнал Что у других стран Тоже есть часы Честно говоря Мне плевать, что будет с людьми Я сражаюсь Потому что так попросил Растивший меня герой Герой просил тебя? Моя работа Защищать мир Она хочет спасти мир Но ей наплевать На судьбу людей? Но Я не могу защитить Всех одна Миру нужны герои Ты кажешься Куда способнее нас? Так, секундочку Она кажется Способнее вас Потому что вы Еще недостаточного уровня То есть Чем дольше вы находитесь Тем больше вы качаетесь Тем больше развиваетесь И тоже становитесь Гораздо более Ну способнее Именно и сильнее Да и может быть Может Она живет Сто лет ебать Сто лет нахуй живет То есть проживи ты столько Будешь тоже И херачить только в путь Я думал Что Герои Их всего четверо И они призваны для того Чтобы защитить мир В целом Но Судя по ее словам На каждую страну Нападают волны В разное время То есть Не так Что вот Началась волна И она нападает Сразу же на все страны Да То есть Сегодня допустим Там нападали на их страну Там послезавтра Там могут напасть Где-то на какую-то Другую страну И может быть Может быть Что не исключено Что каждая из стран Где-то как-то Призывают героев Но при этом Она как бы Сражается везде повсюду Но других героев Больше не видела Но Может быть Такая теория Правильно То что Другие страны Тоже призывают Где-то как-то героев И этих героев Призывали только для того Чтобы защитить эту страну При этом Не рассказали им Все целиком и полностью Да То что и на другие страны Тоже нападают Что и там Где-то какая-то нужна помощь Ничего То есть Просто-напросто Они тихо Медленно Спокойно ходят До тех пор Пока волна не нападает Непосредственно Конкретно Именно на эту страну И Мне В комментариях После Появления Как ее Волна Гас Гас Гасу Сагу Гас Не помню Как ее имя Девочка Та Которая Женщина С веером Да Мне в комментариях Кто-то написал Не знаю Может Можно Это считать Таким спойлером Вряд ли Просто написал Типа Обрати внимание На ее веер То что у нее На веере Есть кристалл Похожий На такой же Кристалл Который Находится На щите Науфуми Этот кристалл Вполне вероятно Символизирует Именно То что человек Является Героем Да И значит У меня появилось Такое вот Предположение И сейчас Я начинаю Больше верить В это свое Где-то какое-то Именно предположение То что существуют И другие герои Не только Герои меча Лука Щита Копья Мать его За ногу А может быть И другие Может быть На герой Веера Герой Призванный Где-то Какой-то Именно Другой Страной А может И еще Где-то Какие-то Герои Вполне Вероятно Есть То есть Это Знаете Что это Означает Если Это Так Что Это Аниме Куда Масштабнее Нежели Чем Я думал То есть Я думал Что Вот он Есть Короче Там Страна Это Мир Там Герои Защищают От Волн Их Всего Четверо Все Но Если Их Гораздо Больше Стран Больше Волн Больше Всего Вот Этого Больше Это Все Становится Гораздо Более Объемнее И Массивнее И гораздо Масштабнее То есть С этого Можно Развивать Гораздо Более Масштаб Ты услышал Сходить Где-то Какое-то Соревнование Или Еще Что-то Для того Чтобы Выявить Из тех Кандидатов Которые Есть Непосредственно Именно Ту Которая Станет Королевой И при этом Когда Одна из них Станет Королевой Кем Останутся Все остальные То есть Они Больше Не смогут Где-то Баллотироваться Королевы И просто Будут Жить Или что Или как И также Она упомянула О том Что Фира Растет Иначе Растет По-другому И становится Где-то Как-то Именно Сильнее Потому Что Ее Растет Растит Непосредственно Конкретно Именно Герой Так же Как и Эту Которая Сейчас Является Королевой Я уже Забыл ее Имя Она Похожая На Фитори Фитория 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 Что-то Такое Ее Тоже Походу Растил Герой Хотя Она Говорила Что Растили Герой И Из-за Этого Она Так Вымахала Очень Очень Много Вопросов Это То Самое Место Похоже На Тво Очевидно Что Церковь Трех Героев Что-то Замыслила Не Верится Что На Фуме Прав Это Что Архивы Давай Посмотрим Не Суйте Сюда Свой Нос Ну Куда Ж Без Ни Йота Да Бес Твори Ни Должны Сражаться Вместе Для Спасения Мира Это Просто Не Обходимо Да Не В Жизнь Вся Страна Включая Их Пыталась Меня Растоптать Ну Не Совсем Так Не Слишком На Этому Зациклен Не Совсем Так Вся Страна Да Из-за Того Что Вся Страна На Тебя На Ехала Из-за Того Что Вот Так Вот Она Все Как Б Получилась Из-за Того Что Шлюховская Красноволосая Блядота Тебя Подставила Остальные Герои Стали Относиться К тебе Так же С презрением Изначально Такого Отношения К тебе Не было Да Они Смотрели На тебя Свысока Но Это Просто Потому Что Они Еще До Конца Всего Не Понимали Не Знали Они Попали В этот Мир Получили Свои Оружия И Для них Это Все Как Игра Не Часто Упоминали В комментариях Что Они Это Все Оценивают Именно Как Игру Для них Это Как Веселье Они Не Чувствуют Где-то Какой-то Огромной И большой Ответственности Пока Что На данный Момент Или На тот Момент На который Были Призваны Поэтому Может Смотрели Где-то Минус Высока Было бы То же самое Если бы Я С другом Допустим Играл Вот мы С другом Сели В какую-то Игру И Герои Нам Выпадают Рандомно Вот И Допустим Моим друзьям Выпали Нормальные герои Или Допустим Мне Выпал Нормальный Герой А моему Лучшему Другу Выпал Какой-нибудь Крип Я не знаю Вообще Бествлач Я буду Над ним Угорать Я буду Над ним Угорать Буду стебаться Над ним Потому что Это подружески Это как бы Игра Это весело Подстебать Значит Они делали Что-то наподобие А конкретно Именно отношение Такое плохое Появилось После того Когда Красноволосая Блядота Тебя подставила Поэтому Хуеносец Мне конкретно Именно Не нравится Вот этот Матаясов Блядь Мать его За ногу Пусть Нахуй идет А этот Лукодроч Мечеглот Вроде бы Более-менее Адекватный Ну по крайней мере С ними можно как-то найти Какой-то именно контакт Да Какую-то связь И где-то как-то именно С ними подружиться Ну то есть Они более адекватные Чем Этот Хуеносец Потому что Такое Совсем Неприемлемо Они не хотят Со мной Полазить Момент уже Упущен Ты так Уверен Абсолютно Поняла Да будет так Это было Так давно Что Многого Я уже Не помню Но я точно Знаю Что делать В таком Случае Если Герои Грызутся Друг с другом Вместо Сражения С волнами Тогда Ради Спасения Мира Я должна Убить Таких Героев Озвучено Проектом Они Прикольно А можно Первого Этого Матаясу Но он Самый Конч Наивный Правда Жалко Будет Дурака Но я То Вообще Не при Делах По сути Как бы Я И Не против Вроде Был бы Если бы Они Не выебывались Но они же С презрением Все равно Относятся Да И как бы Смотрят С высока Ты как бы Что нужно сделать Нужно тебе Не меня просить Чтобы я с ними Помирился А к ним Пойти И Также с ними Переговорить Объяснить Где-то как-то Что-то Да То что ты знаешь Как бы Рассказать И дать понять Что получат пизды Если как бы Не подружиться Не помириться И мы не станем Там закадычными Друзьями Я в принципе Не против Просто не от меня Все зависит Не конкретно Именно от меня А в большинстве От них Потому что Между собой Они как-то Общаются По-дружески Да Ну можно Так сказать И Каждый из них Не сильно-то И не шибко Хочет со мной Общаться И даже если Я буду абсолютно Как бы Не против Этого ничего Не поменяет Потому что Они этого Не хотят Поэтому тебе Нужно С этим вопросом Обратиться И к ним Но Убить героев Это сильно сказано И это громко Сказано И на данный момент У нее наверное Есть все силы Для того Чтобы Сделать это Ну понятно Что она сейчас Сразу же Не нападет На того же Самого Науфуми Вряд ли Она настолько Ебанутая Но Хорошо Что появился Человек Можно ее Назовать Человеком Да Который Именно Дает понять Что Вы должны Держаться вместе Должны держаться Сообща И сражаться Как-то именно Сообща И тот Человек Который Будет Наверное Пытаться Приложить Какие-то Усилия Для того Чтобы Прекратить Эту Вражду Но Обратно Блядить На красноволосая Будет Мешаться Бля Вот Было Хорошо Чтобы Она Ей Пиздов Ломила Да Ну То есть Чтобы Она Там Пошла Разговаривать С героями И поняла Что Именно Ключевой И Наиглавнейшей Какой-то Проблемой Является Именно Блядота Красноволосая И Ей Просто Надавала Пизделей Вот На это Я Прям Посмотрел Ладно Я Даже Если Честно Не то Чтобы Могу Где-то Как-то Эту Серию Сильно Назвать Какой-то Информативной Потому Что Все равно Нам Ни на Какие Вопросы Сильно Такие Не Ответили Потому Что Да Было Вначале То Что Появилась Кандидатка В Королевы Да Но Что За Наверное Это Отложено На Потом И В дальнейшем Нам Еще Об этом Расскажут Целиком И Полностью Я Сужу Конкретно Именно По Этой Серии Пока Что Нам Этого Не Сказали Нам Не Дали Нормально Понять Да Нам Упомянули О том Что В других Странах Тоже Есть Волны И Нам Прямо Этого Не Сказали Но Намекнули Что Скорее Всего И В Лука Дрочь Там Щит И Все Остальные Не Обязательно Такие А Есть Скорее Всего И Герои Других Оружий Вот И В принципе Это И все По поводу Фира Да Что Растет Быстрее Потому Что Ее Воспитывает Как Герой Она Будет Тоже Становиться Сильнее А В целом В большинстве Своем Я Поначалу Когда Увидел Эту Девочку Когда Услышал О том Что Она Там Что Появился Кандидат Как бы На пост Именно Королевы И То Что Вот Она Сама Появилась То Что Она Тоже Является Королевой Забрала Вот Этот Изумруд Из груди Дракона Я Почему-то Ожидал Чего-то Большего Какой-то Большей От нее Информации Нежели Она Нам ее Дала Поэтому Я Этого В следующих Сериях Буду Дальше Ожидать Потому Что На самом Деле Нам В этой Серии Очень Мало Чего Рассказали Может быть Просто Не уложились Именно В тайминги Конкретно Именно Одной Серии Тогда Окей Но То Что Многое Многое Очень Многое Нам еще Должны Рассказать Это Факт Но Из-за Но Из-за Того Что Рассказали Нам Мало Мне В принципе Это И Добавить Просто Больше Нечего По поводу Этой Серии Вот Поэтому Ребята Буду Наверное Заканчивать И буду Со всеми Прощаться И продолжать Смотреть Дальше Наверное За сегодня Постараюсь Посмотреть Ну Хотя Быть Где-то Четыре Может Тире Пять Серий Если Буду Нормальным Вот таком Сейчас Расположение Духа Постараюсь Посмотреть Побольше Серий Героя Щита Да Вот Так что Затягивать Не буду Будем ждать Дальнейшие Инфы А на этом Тогда буду Заканчивать И буду Прощаться Надеюсь Ребята Что вам Понравилась Реакция И Всем Доброго Дня Доброго Вечера Увидимся Уже Совсем Скоро В новых Реакциях Как на Это Аниме Так И На Другие И Всем Пока Пока Продолжение следует